2021-й это такой год, когда даже ролик про трансгуманизм начинается с Клабхауса. Дело в том, что именно в этом модном сервисе Илон Маск еще 31 января рассказал, что его стартапу Neuralink удалась чуть ли не революция, потому что они вживили чип в мозг обезьяни. Которая теперь с его помощью благополучно играет в видеоигры. И эту обезьяну не назвать несчастной. Зачем-то добавил Маск. Некоторые поспешили с выводами, мол, где обезьяна, там и без пяти минут человек. И видеоиграми явно дело не ограничивается. А значит, осталось немного подождать и сбудутся все мечты трансгуманистов про нано-ботов, которые лечат людей изнутри. Победим старение, а там, глядишь, и саму смерть. Прямо скажем, довольно востребованные вещи на фоне глобальной пандемии. Но, конечно, как и всегда, возникают критики, которые справедливо замечают, что в нашу эпоху позднего капитализма, когда богатые продолжают богатеть, неумолимо, а бедные беднеть, появление технологий, продлевающих жизнь, наверняка дорогих и малодоступных, это только усугубит социальное неравенство. Вообще, трансгуманизм почему-то принято обсуждать именно в таком мрачном разрезе. Что, если индустрия киберимплантов породит корпорации зла? И что, если жизненно необходимые технологии будущего будут настолько дорогими, что премиум-подписку смогут позволить себе лишь избранные, а всем остальным придется смотреть рекламу, которую им будут поставлять прямо в мозг? За всем этим техноскепсисом забывается один простой факт, что заоблачные концепции трансгуманизма настолько далеки от реализации, что сегодня рассматривать их темную сторону, ну, это все равно, что на ходу сочинять очередной антиутопический роман. При всем многообразии определений трансгуманизма, если вкратце это убеждение о том, что человек не обязан мириться с биологическими ограничениями, которые его сковывают. Наоборот, он может и даже должен их преодолевать с помощью высоких технологий. И речь не только о каких-то очевидных неполноценностях, но потому что восстановление зрения, слуха или утраченных конечностей это для трансгуманистов уже вещи достаточно приземленные. Никого не удивляют даже биохакеры, с переменным успехом вживляющие себе всевозможные сенсоры и передатчики. Другое дело наша психология. Этакая прошивка, которая нам досталась от наших далеких предков, прошивка полная багов, или точнее атовизмов, которые в сегодняшних реалиях совершенно несовместимы с здравым смыслом. Именно поэтому, например, еда, которая нам кажется наиболее аппетитной, всякий раз по странному совпадению оказывается максимально вредной. Просто потому что голодающему пещерному человеку какой-нибудь калорийный бургер или картошка фри показались бы гораздо полезнее, чем салат. Вдобавок мы страдаем от наследственных заболеваний, иррациональных фобий и депрессий. Часто в своем выборе полагаемся на так называемую эвристику, то есть интуицию и инстинкты, которые порой не имеют ничего общего с логикой, и этим постоянно пользуются рекламой и маркетинг. Тот же фастфуд в своих логотипах часто использует желтый и красный цвета, потому что первый вызывает у нас чувство комфорта, а второй усиливает голод и провоцирует на импульсивность. Так вот, трансгуманизм выступает за то, чтобы перестать полагаться на все это бессмысленное наследие кочевой жизни и взять дальнейшее эволюционное развитие в свои руки. Самым перспективным новшеством в этой области видится CRISPR – технология точечного редактирования генома с помощью механизма, позаимствованного у бактерий. Ее разработчицы в прошлом году получили за свое открытие Нобелевскую премию по химии. В теории CRISPR позволит искоренить множество недугов и несовершенств человеческого организма. Однако пока этот механизм удается успешно доставлять только в кровь и печень, а вот в ткани других органов все еще не очень. Однако если в каких-то областях трансгуманизм успешно прикидывается чем-то научно обоснованным, то в других он откровенно вдохновляется научной фронтастикой. При этом своими корнями уходит философию, мифологию и религию. Не случайно во Флориде существует так называемая церковь вечной жизни, которая среди прочих причисляет к лику святых, например, фантаста Артура Кларка. Большинство прихожан здесь как раз трансгуманисты, которые в попытке замедлить старение испытывают на себе экспериментальные препараты и биологически активные добавки. И если у этой церкви и есть своя Библия, то это такая теория, которая по-английски называется longevity escape velocity. Это такая игра слов, потому что просто escape velocity — это вторая космическая скорость, которая, как мы еще знаем со школы, позволяет преодолеть гравитационное притяжение Земли. Но трансгуманисты, разумеется, пытаются преодолеть не гравитацию, а старение. И судя до теории в том, что однажды прогресс в области медицины создаст такие условия, при которых за год вашей жизни ее продолжительность ожидаемая увеличится больше, чем на год. Опять же, за счет всяких медицинских открытий. И в этом случае, если эта динамика продолжится, и в дальнейшем, тогда вы сможете буквально убежать от смерти. Опять же, в теории. Но на крайний случай, если убежать не получится, как и почти любая религия, трансгуманизм готов стать бизнесом. В мире сейчас работают уже пять компаний, предоставляющих услуги крионики, то есть глубокой заморозке людей и домашних животных на долгие годы, в надежде на то, что в будущем их получится разморозить и вернуть к жизни. Самая известная из этих компаний — Элкор, возглавляемая легендарным трансгуманистом Максом Мором. Она располагается в Аризоне, но есть одна и у нас в России — Криорус. К сожалению, на практике идея реанимации замороженных трупов или ампутированных голов, которых тоже хватает в этих хранилищах, пока что нереализуема. Однако даже некоторые скептики в научном сообществе относятся к крионике довольно спокойно, потому что к ней в целом применим такой научный принцип, который называется пари-паскаля. Еще в 17 веке этот великий французский ученый говорил, что в принципе лучше верить в Бога, чем в него не верить, потому что в том случае, если он существует, то у верующих гораздо больше шансов попасть в рай. Это же применимо и к крионике, потому что если у вас есть деньги на заморозку, это неплохая инвестиция, потому что в том случае, если подобную реанимацию замороженных трупов в будущем действительно изобретут, то повезет как раз тем, кто сейчас плавает в жидком азоте. Но на самом деле не одна лишь крионика, а почти все сферы далеко идущего трансгуманизма так или иначе опираются именно на веру, а не науку. Например, ученые стартапа Carbon Copies, которые пытаются эмулировать работу целого мозга на компьютере, вот они искренне верят, что виртуальная жизнь таких цифровых копий не сильно будет отличаться от телесной, ну, прям как в черном зеркале. И это при том, что ученые до сих пор толком не понимают природу сознания. Кроме того, в поп-культуре хватает и страшилок на эту тему. Например, роман «Город перестановок» Грега Игона или шведская видеоигра «Сома», которая в красках показывает, как люди с трудом осознают, что их цифровые копии — это именно что копии, существующие отдельно от оригиналов, и которые, к тому же, становятся заложниками своих виртуальных реальностей. Но в теории, конечно, да, сознание, которое лишено телесной оболочки, оно может не беспокоиться особо о старении и болезнях, и если эта услуга в будущем будет доступна только миллионерам, это, конечно, приведет к классовой борьбе. Другое дело, что первые признаки подобного неравенства мы уже можем наблюдать прямо сейчас, и не нужно придумывать какую-то там оцифровку сознания. Достаточно посмотреть на оцифровку труда. И секрет, что в разгар пандемии люди, которые работали с информацией, они могли спокойно продолжать работу из дома в уютной самоизоляции, в то время как работники магазинов, служб доставки и, конечно, сферы здравоохранения, им приходилось рисковать своим здоровьем. И если этот опыт подстегнет прогресс в сторону так называемых технологий телеприсутствия, которые позволят еще больше рабочих процессов перевести на удаленку, то это всех нас обезопасит от следующей пандемии. Если, конечно, она грозит нам. Даже в 2021 году трансгуманизм все еще сильно смахивает на технокульт. Все его обещания отсылают к старым, как мир мечтам о жизни после смерти, реинкарнации, эликсирах бессмертия и источниках молодости. Если трансгуманизм — это и вправду религия, то, конечно, хорошо, если она наполняет чью-то жизнь смыслом. Главное только — на свечках не разориться. Докажите, что вы не робот, возьмите мышку и кликните иконку с поднятым большим пальцем под этим видео. Не у всех получится, понятна сингулярность, киборги среди нас, но попробовать стоит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!